Антисемитизмом называется распространение вражды к евреям. Когда проглатая царская монархия заживала свое последнее время, она старалась натравить темных рабочих и крестьян на евреев. Царская полиция в союзе с поместниками и капиталистами устраивала еврейские погромы. Ненависть измученных нужной рабочих и крестьян поместники и капиталисты старались направить на евреев. И в других странах приходится видеть нередко, что капиталисты раздвигают вражду к евреям, чтобы засорить глаза рабочих, чтобы отвлечь их взорой от настоящего врага, трудящихся, от капитала. Вражда к евреям держится прочно только там, где кабала поместников и капиталистов создала беспрохветную темноту рабочих и крестьян. Только совсем темные, совсем забитые люди могут верить лжи и клевете, распространяемой против евреев. Это остатки старого крепостного времени, когда попы заставляли сжигать нередяков на кострах, когда существовало рабство крестьян, когда народ был задавлен и безгласен. Эта старая крепостническая темнота проходит. Народ становится зрячим. Не евреи враги трудящих, враги рабочих, капиталисты всех стран. Среди евреев есть рабочие, струженики, их большинство. Они наши братья по угнетению капиталом, наши товарищи по борьбе за социализм. Среди евреев есть кулаки, эксплуататоры, капиталисты, как и среди русских, как и среди всех наций. Капиталисты стараются посеять и раздеть вражду между рабочими разной веры, разной нации, разной расы. На родине рабочих держится сила и власть капитала. Богатые евреи, как и богатые русские, как и богачи всех стран, в союзе друг с другом давят, гнетут, грабят, разъединяют рабочих. Позор проклятому царизму, мучившему и преследовавшему евреев. Позор тем, кто сеет вражду к евреям, кто сеет ненависть к другим нациям. Да здравствует братское доверие и боевой союз рабочих всех наций в борьбе за свержение капитала. Продолжение следует...